Зима не то что близко, зима уже прямо в квартирах. Готов к эфиру наш материал из Харькова, где жители нескольких многоэтажек вторые сутки без тепла. Как они спасаются от холода, расскажет Светлана Шакера. Более 120 домов, вторые сутки без отопления. Сегодня коммунальщики весь день пытались ликвидировать аварию. Но о ходе восстановительных работ сотрудники теплосетей рассказывать не хотят. На контакт не идут. В гимназии на улице Амосова развернули штаб по ликвидации последствий аварии. Из Киева в Харьков срочно прибыл замминистра инфраструктуры ЖКХ и замглавы госслужбы по чрезвычайным ситуациям, чтобы лично координировать ремонтные работы. Этот мужчина пытается догнать убегающего чиновника. Говорит, живет рядом и видит, сколько воды утекает из дырявых труб. С 2004 года 50-70 кубов в сутки, я пишу, никто не реагирует. Теплосеть подогревает полностью Петренковское водохранилище. Посчитайте, сколько миллионов уходит. В областном доме ребенка сейчас плюс 23. Утром спасатели поставили здесь пушки для обогрева. С утра уже приехал МЧС, поставили нам 4 тепловых пушки. В принципе, вот ее вполне хватает для отопления помещения. То есть вы увидели, что температура достаточно адекватная. При 17-ти градусном морозе квартиры стремительно остывают. В жилом массиве спасатели развернули палатку для обогрева. Люди приходят погреться и выпить горячего чаю. Прос здесь, прос 12. С пятницы, ну, одеты, ходим в куртках, в шапках. Из-за включенных обогревателей в некоторых домах не выдержала проводка. Вторые сутки нет электричества. У медкомплекса спасатели поставили электростанцию. Здесь имеется электроподстанция, которая возможна подключение для подачи электроэнергии. И, конечно, в первую очередь для лечебных учреждений. Почему? Здесь не надо забывать, что это и родильное отделение. Работа в медицинских учреждениях не приостанавливается. И операционные и так далее. Они продолжают работать. Полностью справиться с последствиями аварии чиновники обещали до 6 часов вечера. Теперь в мэрии озвучивают новый срок. Люди будут с теплом только завтра к обеду. Спасатели тепловые пункты не сворачивают сегодня ночью. Синомтики обещают до 20 градусов мороза. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интерхарьков.